Дамы и господа, я Павел Баздрев, микрофон и Союз, и сегодня, барабанная дробь, мы рады представить вам наш новый микрофон, Союз 011 FET. Чем он примечателен? В нашей продуктовой линейке уже есть узкомембранные микрофоны 013 FET, и когда мы разрабатывали 011, задача была сделать такой микрофон, который не будет конкурировать с нашим текущим ассортиментом, а именно с 013. И мне кажется, у нас получилось, он абсолютно другой, и сейчас расскажу почему. Давайте начнем с базовых параметров. Высота 91 мм, диаметр 19 мм и вес всего 76 грамм. С точки зрения применения в звуке, чем же отличается этот микрофон? Ну, во-первых, он бестрансформаторный, что делает его звук более прозрачным и менее окрашенным. Второе. Это диаметр капсюля 19 мм, в то время как у нашего 013 мембрана 25 мм. В чем же отличие? За счет такого размера мембрана работает еще быстрее, еще лучше справляется с переходными процессами, с транзиентами и подлавливает просто мельчайшие детали. Иногда эти детали вам не нужны, но в ситуациях, где это нужно, особенно, например, в классической музыке или где-нибудь на лайве в барабанах, например, это будет то, что нужно. И третью его фишку мы выявили после опыта эксплуатации на разных студиях. Звук этого микрофона максимально пронзительно прорезает микс, входит буквально как горячий нож в масло. И если вы хотите подчеркнуть звук, который писали именно в этот микрофон, то он прекрасно выступит на первом плане и прорежет любой микс. Ну и потому что он черный, легкий и компактный, его очень удобно использовать на сцене при подзвучке самых разных инструментов. От барабанов до гитар и так далее. То есть я думаю, что театры, филармонии также оценят данную компактность и форм-фактор. Немного про комплектацию микрофонов 0.11 FET. Они, как и 0.13 модель, идут в классической дубовой шкатулке на магните, в которой вы найдете, если это стереопар, это будет два микрофона. У каждого микрофона будет клипсодержатель с резьбовой втулкой-переходником на разные микрофонные стойки, а также аттенюатор минус 10 дБ. Как накручивается аттенюатор? На всякий случай покажу, мало ли что. У нас уже были случаи, когда люди хотели открутить крышку капсюли, чтобы поставить аттенюатор. Надо откручивать весь капсюль полностью. Это делается достаточно легко. Здесь, кстати, вы можете увидеть серийный номер микрофона и сюда накрутить аттенюатор. И таким образом сможете ослабить сигнал, чтобы не перегрузить электронику микрофона на 10 дБ. Сейчас эти микрофоны идут по умолчанию с капсюлем направленности кардиоида, и в ближайшие несколько месяцев мы выпустим версию с капсюлями гиперкардиоида или круг. Ну и самое интересное – цена. На старте продаж этот микрофон будет стоить 40 тысяч рублей за штуку или 80 тысяч рублей за подобранную пару. То есть можно купить отдельно один микрофон или купить в комплекте пару. Также со временем доступны будут сменные капсюля направленности круг и гиперкардиоида. Старт продаж планируется на 12 апреля 2024 года, а предзаказ можно сделать уже сейчас. 11FET – ваш новый узкомембранный микрофон.